Каждый сисадмин должен иметь инструменты наблюдения за процессами, происходящими в локальной сети компании со своего рабочего места. Но постоянно сидеть и смотреть в монитор как сотрудник службы безопасности не будешь, так как есть дела и поважнее. Поэтому система мониторинга должна уметь не только отображать неполадки, а еще оповещать и по возможности автоматически их исправлять. И сделать это позволяет программа мониторинг сети от компании 10Strike. С помощью непрерывного мониторинга сети она позволяет вовремя узнавать о возникающих проблемах, не доводя ситуацию до критической. Несмотря на название, она позволяет не только мониторить устройство в локальной сети, но и обладает богатым функционалом по автоматизации. Благодаря чему систему можно настроить таким образом, чтобы СИСАДМИН уделял минимум времени на восстановление работоспособности. В программе реализовано большое количество тестовых проверок различных служб и протоколов, что позволяет следить как за состоянием серверов и рабочих станций, так и за роутерами, коммутаторами, сетевыми принтерами и источниками бесперебойного питания. В общем, видеть все, что происходит с вашим оборудованием и программным обеспечением. Так вот, в данном видео предлагаю рассмотреть основные возможности программы мониторинг сети и продемонстрировать практический пример задачи, которую она позволяет решить. В результате правильной настройки программы мы сможем наблюдать за состоянием интересующих нас сетевых устройств и служб в режиме реального времени из данного интерфейса. Как вы видите, здесь довольно-таки много различных устройств добавлено, причем работа этих устройств отображается вот в формате. Зеленый цвет означает, что устройство работает и проверка прошла, красный, что проверка не прошла. Ну, тут уже в зависимости от того, какие проверки мы будем создавать. А для более удобного визуального восприятия можно добавить данные элементы на карту сети, на которой будет также отображаться у нас состояние устройств. К примеру, на данной карте мы сможем видеть, какие компьютеры у нас в сети, какое сетевое активное оборудование в сети, и при возникновении каких-то неполадок, допустим, мы видим, что определенный сегмент сети отвалился, то есть, допустим, несколько компьютеров из этого сегмента, мы понимаем, что, скорее всего, проблема-то не в компьютере, а как раз в каком-то сетевом оборудовании. В качестве схемы мы можем использовать любую картинку, будь то чертеж здания, как в данном примере, либо карта местности. Если у вас устройства расположены далеко друг от друга, допустим, раскиданы по городу различные сервера, здесь также можно в режиме реального времени наблюдать за их активностью и их работой. Также можно адаптировать вот эту визуализацию под свои специфические задачи. Допустим, как на этом скриншоте, где можно наблюдать за состоянием спецтехники. То есть, на технике также установлено определенные устройства, которые отображают, работает, не работает. И здесь мы можем визуально видеть, какая техника у нас в работе, а какая нет. Ну что ж, теперь давайте приступим, собственно, к настройке подобной системы мониторинга. И для начала перейдем на сайт разработчика 10Strike. Ссылку вы можете найти в описании к видео, ну, либо вот 10strike.ru. И нужно нам добраться до программы мониторинг сети. Поэтому переходим в программы, мониторинг сети Pro, скачать, скачать. И вот. Мы не будем использовать веб-интерфейс, поэтому скачиваем вот такой минимальный, так скажем, пакет. Скачать 10Strike мониторинг сети Pro. Общий пакет без веб-интерфейса. Нажимаем скачать. И, собственно, у нас начинается загрузка. Я уже данный пакет скачал, поэтому приступлю непосредственно к установке. Так, запускаем вот этот Network Monitor Pro. Ну, пока все стандартно. Здесь все выбираем также по умолчанию. Создать иконку на рабочем столе. Да, да, установить. Так, вот смотрите. Также установщик пытается у нас установить NetFramework 3.5. У него это не удалось. Ну, собственно, мне это не нужно, так как в данной системе у меня установлен более поздняя версия NetFramework. Но если у вас не установлено, можете установить, если все дело проходит на сервере, через добавление компонентов Windows. Так, я это дело закрываю. И давайте вот оставляем галочку запустить. Посмотрим, что у нас получится в итоге. Итак, смотрите, как выглядит интерфейс. Как вы видите, здесь автоматически у нас была создана проверка. Это ping сайта Google.com. Так, давайте сюда добавим теперь наше устройство. Для этого переходим в сканировать сеть. Есть два варианта. Это сканировать диапазон IP-адресов, что рекомендуется, и импорт из сетевого окружения. Сетевым окружением я бы не стал пользоваться. Почему? Так как в сетевом окружении далеко не все компьютеры могут отображаться. А сканирование диапазона IP-адресов намного надежнее. Выбираем этот вариант. Идем далее. И смотрите. У меня здесь в системе две сетевые карты. Это одна внешняя, которая смотрится в интернет. И вторая внутренняя, которая для локальной сети. Я буду сканировать для локальной сети, поэтому выбираю эту сетевую карту. Автоматически подставляется начальный и конечный адрес. Жму добавить. То есть он будет эти IP-шники сканировать. Так, а вот это я выбираю. Вообще, к данному сетевой карте у меня подключен через кабель роутер. И там есть какие-то устройства. Но я буду смотреть исключительно, что у меня находится внутри локальной сети. Поэтому указываю только локальные IP-адреса. Так, отлично. Диапазон адресов у нас задан. Давайте идем далее. Способ обнаружения. Ну, оставляем здесь по умолчанию. То есть будем пинговать. Поехали. Ну вот, смотрите. У нас было найдено три компьютера. Ну, совершенно верно. Это сервер и два клиентских компьютера. Это десятка и семерка. Отлично. Выбираем их все галочками. Идем далее. Как их добавлять? В качестве имени хоста использовать IP-адрес, DNS и имя. Ну, давайте использовать DNS и имя. Куда будет добавлено? Ну, так как у нас здесь только есть папочка, так скажем. Хосты. То добавим сюда. Если у нас будут какие-то другие подветки, то можно выбрать и другие. Кстати, вот добавить только новые. Если вы сканируете, допустим, сеть второй раз и какие-то устройства у вас уже есть, сюда можем указать галочку добавить только новые, чтобы у нас не было дублей. Вот, таким образом. Но так как я делаю это дело первый раз, то можно ее не ставить. Вот, смотрите, автоматически запустились проверочки. И у меня система отображает, что все эти устройства запущены. Давайте посмотрим. Вот у меня десятка запущена. И семерка тоже запущена. Отлично. Все эти компьютеры он видит. Если вот мы нажимаем хосты, то здесь мы видим все проверки, какие у нас забиты. Но отдельные проверки делаются на определенный компьютер. К примеру, если мы выбираем этот компьютер, то на него забита только одна проверка. По каждому устройству мы можем, допустим, несколько различных проверок забивать. Но сейчас мы это все дело посмотрим. Как это делается? Так, давайте посмотрим, как теперь все вот это дело нам отобразить на карте сети. Переходим на эту кнопочку карты сети. Закрыть. Вот, у нас отображается пример карты сети, но я им пользоваться не буду. У меня есть специально подготовленная схема здания, на которую я буду эти компьютеры наносить. Поэтому создать новую карту. И для удобства мне необходимо сюда добавить как раз заранее подготовленное изображение. Поэтому жмем нарисовать, добавить изображение. Рабочий стол. Вот он, чертеж здания. Окей. По размерам подгоняем, как нам удобнее. И смотрите, жмем правой кнопкой добавить хвост из базы мониторинга. То есть компьютеры, которые у нас уже добавлены. Их перенесем сюда. Вот какие у нас компьютеры. Давайте, собственно, выделим все. Визуально, к примеру, Google.com у нас может сигнализировать о том, работает интернет или нет. Можем как-нибудь вот за схему здания вынести этот параметр. И теперь давайте раскидываем, где у нас какие устройства находятся. Допустим, сервер вот здесь. Десяточка вот здесь. И семерка вот здесь. Если какое-то устройство выключится, то автоматически появится красный значок. Но это мы чуть позже посмотрим, когда будем тестировать проверки. И, собственно, как я и показывал в самом начале, вот таким, такой может быть ваша сеть. Таким образом можно ее настроить. Различное количество компьютеров. И вот так у нас отображается, какой компьютер у нас в сети, а какой компьютер выпал. И аналогичным образом можно проверять коммутаторы, также принтеры. Ну и раскидывать, собственно, добавлять вот как раз этот чертеж, как я вам показал. Допустим, скриншот из дубль ГИСа. И наносить сюда интересующее вас устройство. Так, карту сети давайте закроем. Так, давайте сохраним. Допустим, это у нас будет схема. Отзывание. Окей. Карта сети. Отлично. Кстати, между картами можно переключаться вот следующим образом. Вот эта кнопочка «Открыть». И вот выбираем, если у вас несколько карт. Что ж, теперь давайте создадим нашу проверочку. Допустим, мне нужно быть уверенным, что на компьютере запущен удаленный доступ через программу TeamViewer. И, собственно, она работает для того, чтобы я в любой момент, мог подключиться. Поэтому давайте создадим проверку, которая будет проверять работу данной службы. Я предлагаю создать проверку для удаленного компьютера, так как частенько нам нужно мониторить службы на удаленных серверах. Так что принцип создания проверки, ну, как здесь, в данном примере, это будет для клиентского компьютера. Но все аналогично, если вы будете создавать также для какого-то сервера. Ну, к примеру, я буду проверять состояние данной службы на Windows 10. Переходим в данное устройство из дерева устройств. Жмем правой кнопкой и добавить проверку. Как вы видите, здесь у нас появляется такой мастер выбора проверок. И здесь их довольно-таки много. В принципе, они вот все разделяются на такие тематические проверки. Это проверки, связанные с сетью. Это доступность устройств. По пинку, протоколу. Далее активное сетевое оборудование. Когда мы можем проверять коммутаторы. Какое у них состояние. Смотрите, даже какой порт занимает на коммутаторе. Журналы и файлы. Это все, что связано у нас с файлами. Объемы папок. Наличие содержимого. Контроль размера. Даже вот, видите, можем контролировать изменения файлов и папок. Производительность. Место на диске. Загрузка процессора. Ну, в общем, все, что связано у нас с железом. Принтер. Состояние локального принтера. Даже вот можно уровень тонера, сетевого принтера. Очень удобная штука, когда сигнализируется о том, что тонер заканчивается и нужно его заказать. Причем можно, кстати, если у вас есть какой-то ответственный человек, который занимается именно заправкой или чем-то, можно данную проверку закрепить за его электронной почтой. И когда уровень тонера будет критичным, скажем так, автоматически, этому человеку будет отправлено сообщение, мол, вот на таком принтере заканчивается тонер. Давай, либо поменяй, либо там подготовь резерв. Пользовательские проверки. Состояние серверов, служб различных. И другое. Это контроль установленного ПО, температура жесткого диска, датчики материнской платы. Ну, в общем, куча всего. Конечно же, все это рассмотреть я не смогу. Поэтому, в данном случае, мы рассмотрим как раз вот этот пункт состояние службы. Выбираем имя хоста. На каком компьютере мы будем контролировать службу? Ну, в данном случае, все так и есть. Это Windows 10. Можем, кстати, выбрать либо по IP-адресу, либо по DNS имени. Давайте оставим DNS имя. Далее, использовать агент. Смотрите, бывают ситуации, когда либо из-за брендмаура, либо из-за каких-то настроек проверка не проходит. То есть, не получается настроить какую-то проверку. Для этого можно воспользоваться вот как раз агентом. То есть, у данной программы есть специальное приложение, которое мини, скажем так, приложение, которое вы устанавливаете на компьютере. И если возникают какие-то проблемы, можно использовать эти проверки через агент. Это более надежный способ, так как не все параметры можно получить через сеть. А вот, к примеру, такой параметр, как контроль состояния жесткого диска Smart, то есть, рабочий жесткий диск, скоро он помрет или нет, это нельзя сделать по сети. Вот поэтому, как раз контроль состояния жесткого диска и датчики материнской платы, это у нас информация передается только через агента. В общем, если какие-то у вас проблемы, можете попробовать еще получать данные через агента. Я этого в данном случае делать не буду. Теперь проверяемая служба. Что мы будем проверять? Так, смотрите, у меня здесь сейчас ничего не отображается, потому что нет данных. Давайте мы нажмем кнопочку «Заполнить». То есть, сейчас программа подключится к удаленному компьютеру и посмотрит, какие службы у нее есть. Так, идет подключение. Так, прошла проверка. Вот, как вы видите, теперь у нас довольно-таки такой внушительный список. Ищем службу TeamViewer. Так, вот она. TeamViewer. Нажимаем кнопочку «Узнать состояние», чтобы проверить, что вообще сейчас с ней происходит. Состояние службы TeamViewer запущено. Отлично. Смотрите. Сейчас, когда я выполнял эту проверку, система подключалась к удаленному компьютеру из-под учетных данных, где, собственно, данная программа запущена. Так как я залогинен под администратором домена, следовательно, у меня вот все эти проверки прошли и все отлично. И службы запросились, и состояние мы увидели. Если вы под какой-то другой отчетной записью находитесь, либо вот эти проверки у вас не проходят, нам нужно указать, нужна авторизация. То есть, здесь мы указываем учетные данные пользователя, который точно имеет права на удаленной машине. Ну, как правило, это у нас пользователь-администратор. Давайте я тоже укажу, чтобы у меня точно потом никаких проблем с этим не было. Окей, идем далее. Так, ну вот здесь у нас начинается куча различных дополнительных настроек. Давайте пробежимся по ним. Итак, смотрите, зависимости. Допустим, в нашей ситуации нет смысла включать сигнализацию по неработающей службе, если компьютер выключен. Ну, к примеру, данная проверка будет запускаться, подключается, получается, к компьютеру и говорит, что служба не запущена. Ну, естественно, она не запущена, если компьютер у нас будет выключен. Следовательно, нам необходимо указать, от какой проверки зависит данная проверка. То есть, смотрите, зависит от проверок и добавим от проверки ping Windows 10. То есть, что это говорит? Если у нас данная проверка не проходит, то есть, компьютер не в сети, а следовательно, он выключен, то данная проверка по состоянию службы TeamViewer не будет запущена. Ну, логично, так как нет смысла проверять службу, если сам компьютер выключен. Ну, то есть, сигнализация по этому параметру у нас проходить не будет. Вот. Идем далее. Ой, нет, не сюда. Так вот. Защита от ложных сигнализаций. Бывают кратковременные сбои, и чтобы сразу не сигнализировать, мы можем указать количество проверок, после которой проверка будет считаться неудачной. Ну, в данном случае это указана одна проверка и задержка 30 секунд. Здесь мы можем указать, к примеру, три проверки, и запускаться они будут каждое через 20 секунд. То есть, если все эти три проверки были неудачны, то общая проверка будет считаться неудачной. Если всего одна из трех, то, ну, будет считаться как временный сбой, кратковременный. Так, идем далее. Интервал проверки. Ну, здесь мы задаем, как часто будет выполняться данная проверка. В принципе, если увидите, что какая-то проверка очень тяжелая и подгружает сеть, можно ее выполнять пореже. Далее, приоритет запуска. Ну, это аналогичная ситуация, как с зависимостями. Только здесь мы можем указать, сделать данную проверку первой в списке. То есть, если мы укажем эту галочку, тогда, если она у нас не пройдет, то другие проверки просто будут не запущены. Ну, в данном случае это делать не имеет смысла. Это, допустим, логично сделать для вот этой проверки. То есть, если у нас пинг не прошел, то следующие проверки просто не будут выполняться. Но для этой проверки данной необходимости нет. Поэтому идем далее. Так, контроль времени выполнения. Здесь проверка будет считаться непройденной, если время ее выполнения превысит заданное. Контролируется время. Ну, в общем, как-то так. Указываем время. Если за данное время какого-то результата нет, то она считается непройденной. Но это все уже такие индивидуальные моменты. Далее, непрерывное оповещение. К примеру, у нас прилетает нам оповещение в тот момент, когда состояние изменилось с, ну, допустим, с единицы на ноль. То есть, единица – это состояние. Работает устройство, ноль – это не работает. То есть, когда состояние работало, но перестало, нам выдается сигнал. И все. То есть, здесь мы можем указать данную галочку, если нам нужно каждый раз сигнализировать о том, что устройство не работает. Если оно какое-то, к примеру, очень важное, и вы точно его не пропустили, там, отошли куда-нибудь или как-то, то каждый раз при прохождении этой проверки, она когда будет неудачна, вам будет выдаваться, допустим, звуковой сигнал, чтобы вы не забыли отреагировать. В общем, каждый раз будет выполняться действие, которое мы далее укажем. Но по умолчанию, если не такая уж важная служба, можно эту штуку убрать. И вообще, по умолчанию везде она не указывается, только при переходе из одного состояния в другое. Также это касается из состояния не работает, в состояние работает. Далее, расписание проверки. Здесь мы можем указать, когда эти проверки будут запускаться. Ну, к примеру, ну вот как здесь указано, нет смысла в выходные, если мы выполняем проверку, ну, к примеру, состояние компьютера клиента. Нет смысла это делать в нерабочее время. И поэтому, чтобы разгрузить наш сервер, можем данную галочку указать и вот выставить как раз такие временные промежутки. Ну, давайте, пускай так у нас и останется. Статистика. Ну, информация о том, хранить ли статистику или нет. Конечно же, хранить. Отображение на графиках. Ну, в общем, как это можно объяснить? К примеру, мы хотим увидеть какое-то в режиме реального времени визуальное отображение состояния. Ну, в данном случае, смотрите, у нас будет здесь два состояния. Это либо 0, либо 1. То есть, либо проверка прошла и служба запущена, либо не прошла и служба не запущена. Но бывают ситуации, когда необходимо замерять не просто состояние, да, нет, а какое-то среднее. Ну, к примеру, это загрузка процессора или объем занятого пространства на жестком диске, скорость сети, к примеру. Ну, давайте, если рассматривать с точки зрения скорости сети, рассмотрим вот такой вариант. Вы можете использовать множитель. Смотрите, в чем суть. Есть множить, умножить и разделить. К примеру, результат у нас по скорости локальной сети выдается в килобайтах. И, к примеру, если у нас приходит там результат 27000, нам необходимо килобайты перевести в мегабайт. Следовательно, мы показания, которые нам пришли, можем разделить на 1024. и результат у нас будет приходить уже в мегабайтах. Далее, дельницы, ой, в мегабитах. Далее, единицы измерения мегабит. И минимум, максимум, если сеть у нас, допустим, сотка, то указываем от 0 до 100 мегабит. Тип индикатора. Вот здесь как раз, допустим, мы выбираем график. Я сейчас не смогу это визуально вам продемонстрировать, но чтобы вы понимали, что в итоге у нас получится, по такому принципу у нас действует, ну, допустим, вот такие графики. К примеру, вот сеть. Здесь задается, приходит в килобитах. И, как вы видите, график 100 килобит в секунду. Но мы можем результат, который приходит, преобразовывать в мегабиты. Здесь у нас вверху будет 100 мегабит, внизу 0. Собственно, время. И вот так вот мы можем наблюдать этот визуальный график благодаря вот такой настройке. Но, как я и говорю, в данном случае нам это не нужно будет. Так, уровни предупреждений. Тут тоже касаемо следующего момента. Если мы получаем, опять же, результат да-нет, работает служба или не работает, то здесь все понятно. Но бывают такие предупреждения по определенному уровню. О чем это говорит? К примеру, мы можем настроить предупреждение на уровень свободного места на жестком диске сервера. К примеру, если осталось 20%, то просигнализировать таким-то образом и отобразить в формате там какого-то специального цвета. если 10%, то какой-нибудь более красный. Ну, чтобы мы видели, насколько критичен данный момент. И здесь мы можем, собственно, это все настроить. Описание и комментарии. Ну, тут все понятно. Собственно, по тексту можем описать, что у нас это за проверка. Так, переходим далее. Собственно, вот это как раз те самые автоматические действия, это самая автоматизация, про которую я вам рассказывал. Ну, поэтому теперь давайте попробуем настроить эту самую автоматизацию в зависимости от результата выполнения данной проверки. Ну, смотрите, здесь есть следующие типы действий. Это отправка сообщений, запуск приложений, проиграть звук, чтобы вы услышали, записать в журнал, перезапустить службу и компьютер. Вот в этом мы воспользуемся при выполнении либо невыполнении. Далее выполнить скрипт и отобразить на карте. Допустим, проверка не прошла, компьютер не работает, на карте должно визуально что-то измениться. Так, ну, вот это вот интересная штука, где мы можем, собственно, не только перезапускать службу, а выполнять какие-то интересные скрипты, что очень круто может автоматизировать действительно ваши рабочие моменты. Но, в данной ситуации я воспользуюсь двумя моментами. Это отправка email сообщений и перезапуск службы. Давайте рассмотрим, как это делается. Что касаемо отправки сообщений email и SMS. Давайте сделаем следующее. Если проверка не прошла, то есть служба у меня отвалилась, что делать? Я буду отправлять email сообщения, но здесь также, смотрите, есть отправка SMS, но для этого необходимо подключить специальный сервис по отправке SMS. Также можно отправлять Slack или Telegram. Здесь все это дело необходимо настроить. Здесь есть описание, то есть ничего особо сложного не будет. Но я заниматься этим не буду. Мне намного проще в данном случае продемонстрировать отправление на электронную почту, поэтому я выбираю отправить сообщение на электронную почту. Текст. Ну, пускай останется текст по умолчанию, не буду здесь ничего менять. Далее переходим в настройку. Здесь нам необходимо адрес отправителя. Собственно, это будут настройки от кого будет отправлено письмо. И здесь смотрите поддерживается и Gmail. Не обязательно иметь там свой SMTP сервер. Достаточно с того же mail.ru отправлять. Мы сейчас это продемонстрируем. Адрес отправителя у меня он будет такой. Так, SMTP сервер SMTP mail.ru Здесь вставляем все как есть. Логин и пароль. Применить окей. И теперь здесь указываем на какую электронную почту будет приходить сообщение. У меня будет рабочая почта. Отлично. И еще получается у нас если служба не запущена то мне придет оповещение по этому поводу и также автоматически я хочу чтобы система перезапустила эту службу. Так, смотрите выполнить следующее действие если проверка не прошла выбираем служба так вот опять же выполним опрос TeamViewer перезапуск службы можно вот так же компьютер перезагрузить и желательно указать вот эту нужную авторизацию чтобы точно у нас все сработало вот отлично проверка у нас здесь появилась как вы видите тип проверки состояние службы состояние выполнено по расписанию статус выполняется и сейчас мы увидим прошла ли данная проверка или нет все отлично как видите проверка прошла следовательно служба TeamViewer у нас работает давайте сейчас узнаем что у нас произойдет во-первых отработает ли уведомление во-вторых перезапустится ли служба давайте мы ее вручную грохнем так я захожу на десяточку давайте грохнем службу так так TeamViewer 14 остановить давайте посмотрим что у нас теперь произойдет так состояние служба не прошла давайте посмотрим вот как вы видите сейчас она выполняется то есть система автоматически запустила все-таки данную службу отлично автоматизация отработала теперь ждем сообщения о том что служба у нас отвалилась а вот и сообщение давайте посмотрим ну вот сообщение следующего характера название это 10 strike monitoring сети alert то есть внимание windows 10 служба TeamViewer остановлена то есть мы по теме уже можем понять что у нас произошло ну и здесь также что на компьютере windows 10 была остановлена служба TeamViewer отлично как минимум теперь вы знаете как следить со службами но там как вы понимаете огромное количество вообще различных проверок которые можно настроить и вот эта тема со скриптами очень сильно помогает автоматизировать как вы видите с помощью программы мониторинг сети можно настроить огромное количество различных проверок быть в курсе всего что происходит в компании и своевременно а порой даже заблаговременно реагировать на возникновение сбоев кроме того можно вообще минимизировать свое участие в решении той или иной проблемы за счет автоматизации ну а на этом все спасибо за внимание и до новых встреч субтитры